Прогресс не стоит на месте, и техника, казавшаяся еще несколько десятков лет назад, выдумкой фантастов, ныне давно и прочно вошла в обиход современного человека. Однако то, что является обычным явлением для молодежи, все-таки в новинку для пожилого поколения. Ведь когда теперешние пенсионеры были молодыми, они не имели возможности обучаться работе на компьютере. Именно поэтому появление курсов компьютерной грамотности для пожилых людей было довольно ожидаемым и даже необходимым событием. И стоит отметить, что на эту услугу сейчас достаточно большой спрос. Во многих городах существует целый ряд компьютерных курсов, предлагающих различное обучение. Там реализуются разноуровневые программы компьютерной грамотности для пенсионеров. В Волосово такие курсы можно пройти в городской центральной библиотеке. В четвертый год в нашей библиотеке проходят компьютерные курсы по обучениям основам компьютерной грамотности нерабочих пенсионеров. Но вот в данный момент мы работаем в рамках областной программы. У нас занимаются три группы, всего 15 человек. Группы занимаются в разные дни, потому что, сами понимаете, уровень подготовки всех разный. Вот в данный момент у нас занятия продвинутые группы. Люди, которые уже знакомы с азами владения компьютером, мы более быстро, уверенно двигаемся вперед. Пожилые люди являются одной из самых социально уязвимых групп населения. Постоянно меняющаяся социальная среда вкупе с довольно низким уровнем жизни приводит их к необходимости обучению компьютерной грамотности. Это в некотором роде придает новый смысл жизни для пенсионеров, позволяет им почувствовать себя полноценной частицей общества, благодаря всеобъемлющему доступу глобальной сети. Ну, для чего это надо? Да, спросят, зачем вот пенсионерам владеть компьютером, интернетом. Сами понимаете, в наш век информации, когда через интернет можно сделать все, записаться к врачу, оплатить услуги ЖКХ, как бы работать в онлайн Сбербанке, ну, необходимо просто для того, чтобы утолить информационный голод. Пенсионеры должны владеть компьютером. Поэтому мы обучаем наших учеников. Ну, сначала мы знакомим с офисными программами, потом мы знакомим с социальными сетями. По итогам курсов они должны уверенно владеть работой в портале госуслуги, ГИЗа ЖКХ, пользоваться Сбербанком онлайн, работать в социальных сетях. Большинство людей третьего возраста, несмотря на наличие у некоторых из них дома компьютера, испытывают непреодолимые сложности в работе с Поэтому для посетителей курсов стремление быть на волне с прогрессом – это совсем не прихоть, а вполне понятное желание учиться чему-то новому и познавать мир.